Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Не обращайте внимания ни в коем случае на мои волосы. Волосы, они не жирные, просто я только что искупалась, сделала макияж. И мне захотелось сразу сесть и снимать для вас мукпанг, потому что я голодная. Ждать было неохота, обычно волосы феном я не сушу. Итак, сегодня что у нас? У нас завтрак. Это обычные булочки с сосиской. Очень, кстати, есть вкусная сосиска. Довган. Рецепт, кстати, на довгую я обязательно оставлю внизу. Бутерброды с красной копченой рыбкой. Ешенка, сырки и йогурт. И давайте приступим. С чего начнем? Давайте с бутербродов. Один бутербродик возьмем отсюда. Сегодня утром. Мне написала Первана. Это жена брата. Я ей делала ноготочки 11 дней назад. И у нее появился первый скол на ноготочке. Удивительный момент, что я делаю ногти себе, маме, еще одной своей подружке, но сколы только у нее. Хотя у мамы... Руки постоянно в воде. Прямо постоянно. Я хотела поинтересоваться у вас. Возможно, среди моих зрителей есть мастера маникюра. С чем это может быть связано? Вроде по одной и той же технике делаешь. У кого-то держится, не знаю, месяцами. А у кого-то через 10 дней скол. От чего это зависит? Почему так происходит? Вот у меня никогда проблем не возникает с ноской. И у меня даже на этом пальце, как-то неприлично так, стразы. Когда я их клеила, мама говорила, ой, они отвалятся, зачем ты их клеишь? Ничего подобного. Уже месяц, как я сделала ногти. Чуть меньше месяца. Но, несмотря на это, все стразы на месте. То есть, ничего не отвалилось. Мне знаете, что интересно? Почему у кого-то носится по той же схеме, а у кого-то нет? Вот с одной стороны кажется, что бьюти-сфера, она такая простая. У меня, например, двоюродная сестра. Приехала из деревни. Еще года 4 назад. Я еще тогда вообще видео не снимала. В универе училась. Она приехала, отучилась. Набрала даже практику. Но работать все равно не смогла. То есть, люди думают, бьюти-сфера, а самое простое. Мне нечем заняться, пойду, стану там, не знаю, мастером. Ноготочек. Парикмахером, колористом и так далее. Но в этом деле очень много тонкостей. Вот у меня двоюродная сестра начала, но так я не смогла работать. Хотя прилично денег потратила на все это, на обучение. На все это оборудование. Это тоже своего рода искусство. А я когда училась в универе, ходила делать ноготочки. А тогда особо средств не было, чтобы ходить прям к супер дорогому мастеру. А та девочка, которая делала мне, она делала ну так себе. И я просто в один миг задумалась о том, что, в принципе, я могу это все делать сама дома. Пошла учиться. А потом из универа подружки начали приходить ноготочки. Я делала очень-очень дешево. Но не супер хорошо, конечно. Какую-то копеечку зарабатывала. И самое главное, мне это все очень нравилось. Это было для меня очень занимательно. То есть я не заставляла с тебя работать. Я могла строить свой график так, как удобно мне. Какие-то вау-дизайны я не могла сделать. Но при этом, при всем, клиенты оставались довольны. Там однотоночку сделала, отправила. Тогда мастеров было не так много, как сейчас. Сейчас, мне кажется, очень сложно набрать клиентскую базу. Кто-то, например, не хочет делать дома. Хочет идти в салон. А в салоне ты половину своей прибыли должен отдавать салону. Автоматически уже цена в два раза дороже получается. В общем, мне кажется, работать в женском коллективе очень сложно. А салон, как правило, это женский коллектив. Мне, например, намного проще работать в мужском коллективе, чем в женском. Я, сколько себя помню, я всегда работала в мужском коллективе. У меня никогда никаких проблем на работе не возникало. Но подружки, которая одна там, учительница, рассказывают такие вещи, я такая в шоке. У меня здесь чай и до уха. Это не сочетается. Самое главное вкусно. При выборе профессии, если вы человек неусидчивый, например, не обладаете никакими художественными талантами. Я хорошо, например, рисую на бумаге, но что касается моего лица, получается какой-то ужас. Помню, как я в 11 классе выбирала профессию. Я хотела стать экономистом. Близкие мне люди вокруг говорили, все экономисты торгуют на базаре. Сколько их, много, большая конкуренция, не найдешь работу. Поэтому я такая думала. Ну и когда месяц, получается, отпадает в медицинский, я не хочу. Во-первых, очень сложно поступать. Во-вторых, нет у меня интереса. И никогда не было. Я рассматривала авиацию, авиационную академию. Потому что туда легко было поступить в мое время. В конце я просто прошла тест в интернете. Что я люблю делать. И оказалось, что я прирожденный экономист. Вот если честно, сейчас, мне кажется, очень хорошая профессия, которая развивается, это психолог. Во-первых, это безумно интересно. Очень интересно. Очень востребовано. Я знаю несколько психологов. У которых просто один час стоит 100 монат. Один час. То есть на этом можно очень хорошо зарабатывать. Эта сфера развивается. Это становится как-то модно. Я хожу к психологу. Убираем. Убрали. И еще сфера IT. У нас в универе была учительница, в которой нам проходила психологию. И она была такая крутая. Ей было чуть больше 50, но она была настолько свойская. У нее были татуировки. Она такие откровенные темы разговаривала. Так все излагала грамотно. И это было уже на четвертом курсе. И тогда я просто влюбилась в эту науку. Поэтому, когда вы выбираете профессию, нужно, конечно, быть внимательным, потому что с этой профессией вам еще всю жизнь жить. У меня есть подружка. Она хочет как раз переучиться на психолога. Ну, если честно, я считаю, что если вовремя не выучился, уже потом учиться, это, во-первых, неохота. Во-вторых, это долго. Когда все твои сверстники уже работают, строят карьеру, покупают квартиру, машину, а ты просто возвращаешься назад. Неужели? Здесь я обожала эти сырки. А давайте второе тоже. Ммм, какого он цвета. Посмотрите, какого цвета сырок. Прикольно, да? Этот уже совсем сладкий. Я так не очень люблю. Прикольно, сладкий. На этом все. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.